На Урале полицейские не нашли состава преступления в покушении на похищение детей. Безобразный инцидент был снят очевидцами с балкона пятого этажа с помощью мобильного телефона. Мать пострадавших мальчишек, жительница города Куш во Свердловской области Яна, обратилась в ТАУ с просьбой придать огласке происшествия, случившееся с ее сыновьями. Около 7-8 часов вечера 30 мая этого года ее дети гуляли во дворе дома номер 11 по улице Свободы в городе Кушва, когда рядом с ними остановилась черная машина, предположительно, Шевроле Ланос. Из украинской иномарки вышли мужчина и женщина и попытались похитить мальчиков 7 и 11 лет от роду, обвинив их в том, что те якобы бросили бутылкой в их машину. Пацаны отчаянно сопротивлялись, чем привлекли внимание как жителей двора, так и прохожих. Пацаны. Как вы не теряете? Ничего. 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 Ничего не нечаянно. Ничего не теряется. Отвлекшись на прохожего, потребовавшего объяснить происходящее, похитители не заметили, как старший из мальчишек, уже усаженный ими на задний диван машины, пробрался на водительское место и, открыв дверь, сбежал. Примчавшись домой, сыновья рассказали папе о случившемся. Отец мальчиков, токарь Кушвинского завода транспортного оборудования, поспешил на место происшествия, но обидчиков его детей уже не застал. В тот же день родители сообщили в полицию случившемся. На основании видеозаписи, сделанной очевидцами, в городе был объявлен план перехват. Машины и ее владельцы, мужчина 64 лет и его супруга 58 лет, были задержаны и опознаны несовершеннолетними. А на следующий день, после медосвидетельствования, родители первоклассника и пятиклассника написали заявление. С тех пор прошло уже более двух месяцев, однако Яна, мать пострадавших, звонка от правоохранителей так и не дождалась. Между тем, как сообщает информресурс вечерней ведомости, цитата, По результатам процессуальной проверки, еще 9 июня 2018 года, по данному факту было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как в действиях супругов не было усмотрено признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 Уголовного кодекса РФ «Самоуправство». О принятом по заявлению женщины решении в ее адрес было направлено соответствующее уведомление и копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Действиями супругов телесных повреждений подросткам причинено не было, согласно заключениям судебно-медицинского эксперта. Материалы проверки с принятым решением об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению горожанки «Был проверен прокурором города Кушевы, и им была согласована его законность». Конец цитата. Наша зрительница Яна возмущена этим решением. Во-первых, она не согласна с тем, что детям не были причинены повреждения. У ее старшего сына врачи нашли царапину на шее. А невропатолог, на учете у которого состоит пятиклассник, отметил ухудшение его психического состояния. Во-вторых, вопреки утверждению о своевременном информировании, Яна настаивает на том, что с мая месяца никто, ни полицейские, ни сами похитители с ней не связывались, ничего не объясняли, извинений не приносили. И вообще, женщина считает, что незнакомцы, пытавшиеся похитить ее детей, имеют связи в полиции и сумели замять это дело. В соцсетях, после того, как Яна поделилась этим видео, появились комментарии якобы сына владельцев машины, в которых тот назвал произошедшее ошибкой. Мол, родители, увидев мятину на корпусе авто, спросили девочек во дворе, кто это сделал, а те указали на ее сыновей, которые не были причастны к случившемуся. Похищать их якобы никто не собирался, а собирались просто отвезти в полицию. Но дети не дали усадить себя в машину. Поскольку эта история вновь получила огласку, попав в СМИ, Следственный комитет России вновь начал доследственную проверку инцидента в Кушве.